Что-что? Так, вот этот сезон, первый тур чемпионата Украины, игра, игра в ровно, игра в ровно. Вот произошел такой эпидем. Вот смотрим эпизод. После того, как этот эпизод сделали вырезку, это чемпионат Украины, 35-я минута игры, счет 1-1. Созваниваюсь с арбитрами, задаю вопрос. На 35-й минуте произошел эпизод, где вы не назначили пенальти. Ни один, который находится вот здесь, ну где ему положено, контролирует линию ворот. Ни один, ни второй, который находится вот здесь. Не могут вспомнить этот эпизод даже. Они просто говорят, я им вырезаю этот эпизод, отправляю, говорю, посмотрите. Нет, как раз хозяева в зеленом. Хозяева в зеленом. Ребята, ну опять-таки, какая разница в какие хозяев? Вот я, например, вот для меня разницы нет. Но давайте проанализируем, почему произошла эта ошибка. Арбитр, который находится в правильной позиции, он видит спину этого игрока. Вот что он видит? Он видит, что 11-й номер зеленых забегает сюда и машет мимо мяча. Заходи. Этот орбитр, второй орбитр, видит вот этих двоих. Он не видит толчка. А мы смотрим с камеры, ну, по-моему, пенальти очевиден, да? Давайте вот еще раз посмотрим. Ребята, ну здесь очевидный толчок руками. Тут еще спорят, что нету пенальти. Спорят, то есть, ваше мнение. Я сейчас, пожалуйста, вы пенальти. Не надо спорить, не надо спорить. Здесь, здесь пенальти. Вот, вот с этого ракурса пенальти очевиден. Показываю вам следующий момент с прошлого сезона. Ну, судьи занимались нормальным, просто такой момент, что они не увидели. Нет, стоп, 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 стоп. Стоп. Давайте вернемся к этому эпизоду, тогда, если вы говорите, что арбитры занимали... Если мы говорим, что арбитры занимали правильную позицию, то правильную позицию занимал только вот этот арбитр. А этот арбитр должен был находиться в 7 метрах. Вот здесь должен был находиться. Значит, когда я задаю арбитру вопрос, почему ты не находился вот здесь на 7 метрах, он говорит, а контратака? Я ему говорю, дорогой, извини, пожалуйста, расстав приоритеты. Какова вероятность борьбы при угловом штрафной площадке? Максимально? Максимально. Какова вероятность контратаки? Где-то, как-то, при каких-то раскладах она может быть. Поэтому расставьте приоритеты. И, в принципе, по методическим указаниям, арбитр должен находиться не далее 7 метров отсюда. от угла площадки. Вот. Вот здесь его место. И тогда бы он проконтролировал это все. Чем дальше арбитр находится от эпизода происходящего, тем меньше доверия к его принятому решению. Если арбитр в футзале фиксирует нарушение правил с 15 метров, оно не будет никогда авторитетным. прав он, не прав, все равно возникнут вопросы. Все равно к нему возникнут вопросы. Поэтому арбитр должен находиться максимум 10 метров от единоборья. А для этого нужно перемещение. И вот в том зале, вот что я смотрел, там где проходило, ну, арбитр бегает по стенке. Команды тоже должны это принимать. Должны принимать во внимание. Поэтому здесь присутствует ошибка арбитра. Причем ошибка арбитра в выборе позиций. И анализируя происходящие ошибки, те, которые допускают арбитры, я скажу, что процентов 80 ошибок арбитров связаны с тем, что они занимают неправильную позицию. арбитра. И хотел вот такой вопрос. Пожалуйста. По этому моменту. Да. Арбитр, который находится на линии ворот, в его обязанности входит только смотреть за линией ворот или... Нет. 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 Он контролирует линию ворот и контролирует тоже единоборство в штрафной площадке. Но вы видите, здесь получилось так, что он видит спину этого игрока, который нарушает. Он просто видит спину его. Хотя занимает правильную позицию. Одно дело, когда один арбитр контролирует вот эту зону вероятного единоборства. И другое дело, когда оба контролируют. А должны контролировать оба. Мы вернемся, я вам покажу по расположению мы пройдем. Вот. И хотел вот такой вот эпизод вам показать. Это в прошлом году. Ребят, давайте послушаем и обсудим потом. После... и обсудим. А... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тут и важно, чтобы вы сейчас сложили свое мнение именно с этого ракурса Вот с этого ракурса, ваше мнение Сейчас будет грудь, грудь даже, да Ну а вот рука, вот видите, тут тоже не играется Где? Да, это грудь видно, что грудь Да где рука, он убирает ее, он не играет рукой, он убирает Значит, еще раз говорю, по игре рукой Господа, если игрок, понимаете, он убирает руку, движения руки к мячу нет То есть, поэтому, если игрок играет легитимно и потом мяч, там, после рикошета или еще после чего Попадает в руку, никогда не фиксируйте это как игру рукой Это не может быть игру рукой, почему? Потому что он играет правильно В данном случае он пытается убрать руку Даже если вот этот игрок подтолкнет его руку, как это можно трактовать? Он играет грудью, вот здесь он сыграл грудью Вот этот вот еще один эпизод говорит о том, что вот один и тот же момент Мы смотрим с разных камер и абсолютно по-разному видим Арбитры приняли ошибочное решение здесь Они назначили угловой А почему я говорю, что они приняли ошибочное решение? Потому что, обратите внимание Мяч не вышел На угловой Они должны были аут вводить Ну, четвертовали бы, не четвертовали Хотя, господа, извините Вот это игры экстралии Это игры экстралии Понимаете? Какое решение не прими В данном случае Кто-то будет недоволен Но это не значит, что команда должна оставлять площадку и уходить Вернемся тогда по игре По игре рукой А извините, а можно по поводу руки еще спросить? А есть вот такая терминология? Руки Руки У него в этом Он ее, хотя и убирает, эту руку Но она у него Отставлена в сторону Является продолжением Закрывает пространство И получается, как бы, рука не в естественном положении у него И он Расширяет свое, как бы, тело свое Это если В первой камере Объем тела Руки в сторону Он увеличен Господа, по первой камере видно, что он убирает руку Я сам не согласен, что он убирает Он ее А куда ему убрать ее? Пусть он вот так ее убирает Ну, извините, пожалуйста Здесь мгновение, летит мяч И, понимаете, своему телу не объяснишь Что надо именно вот так вот руку убирать, а не вот так Ну, ну Это игра Нет элемента игры Что, что? Чтобы он ее не так убирал назад Он перекрыл мяч, в ворота же летел Ну, мяч